Всем привет! Сейчас, пока я приглашаю нашу Ирину, я хотела рассказать. Дело в том, что у нас сейчас проходил очень интересный флешмоб, где мы рассказывали про легенды, причем у нас собралось где-то около 40 блогеров, гидов, которые рассказали настолько уникальные легенды, которые они обычно рассказывают на своих экскурсиях. Поэтому рекомендую вам пройти в мой сториз, где я оставила ссылочку на хэштег легенды ноябрь. Почитайте, пожалуйста, рекомендую. Лучше отправляйтесь на эти экскурсии, чтобы увидеть все это живьем. Всем привет! Приглашаем всех на эфир. Вот сейчас мы ждем нашу Ирину. Пока... Спасибо за сердечки. Пока Ирина присоединяется... Настя, привет! Пока Ирина присоединяется, я еще про одно событие расскажу, которое произошло на этой неделе. Дело в том, что на этой неделе я провела свой первый квест в городе Коломна. Спасибо за сердечки. На этом квесте... Всем привет! Привет! Мы отгадывали тайный Марины Мнишек, что я написала сегодня также в своем посте. И указала всех участников этого события, в том числе моего преподавателя Ольгу Животару, которая приезжала и, скажем так, принимала зачет на этом квесте. Было очень интересно, было много непредвиденных всяких обстоятельств. Так что я всех приглашаю присоединиться к нашему квесту, который я теперь, надеюсь, я буду гораздо чаще устраивать. Так что всех приглашаю на квесты. Так, где у нас Ирина? Почему-то она у нас не вышла пока на связь. Ладно, я пока расскажу про свои квесты. На самом деле... Ой, спасибо! Спасибо вот за флешмоб. На самом деле, тема про легенды тоже очень интересная. Собственно, именно эта тема и послужила импульсом для того, чтобы сделать квест. Потому что я, когда стала изучать город Коломна, он находится не так далеко от Москвы и не так далеко от того города, где я живу. Поэтому, однажды, побывав в Коломне, потом еще много раз, я каждый раз открывала новые какие-то места, новые легенды, тайны и истории. И мне захотелось транслировать их также в массы, поэтому я об этом пишу свои посты. И также это все переросло в новый интересный проект в виде квеста. Причем эти квесты рассчитаны как на взрослых, так и на детей. И я в любой выходной день приглашаю вас провести вместе с разгадыванием тайн Марины Мишек. На самом деле, тоже девушка очень интересная была, с интересной судьбой, с кучей разных историй. Поэтому, я думаю, каждый найдет там свою удивительную историю, которая его зацепит. Всем привет! У нас Ирина потерялась. Мы сегодня, кстати, хотели рассказать по поводу еще одного квеста. На самом деле, путь Сантьяго, я, привет, я тоже могу назвать квестом, потому что очень много схожести в этом есть. А на самом деле, после этого мероприятия, всем привет, меня иногда от виде желтых стрелочек немножко подергивает. Дело в том, что у меня на работе, на территории моей работы, желтые стрелочки. И я, когда вижу, у меня сразу такая потребность идти по этим желтым стрелочкам. На самом деле, конечно, в квестах никаких стрелочек там нету, но они есть на пути Сантьяго. Это путь Святого Якова. Так, я все пытаюсь найти нашу Ирину. Я надеюсь, она не забыла. Может быть, у нее другой еще ник есть. Так, постучаться к ней. Ладно. В общем, я начну, наверное, тогда пока рассказывать про свой путь Сантьяго, который мы прошли два года назад. Это был португальский путь, и мы с моим супругом прошли 240 километров. Это было очень интересное такое мероприятие, потому что мы сначала долго соображали, как нам идти, выбирали темп. О, вот Ирина у нас появилась. И в итоге мы с ним потом ускорились. Так, надо сейчас Ирину присоединить. И прошли остаток пути очень быстро. Так что сейчас мы у Ирины узнаем все тонкости. Ура! Господи, я уже испугалась. Думаю, а вдруг ты забыла или потерялась? Привет! Привет! Мы просто с Ириной, я уже начала тут рассказывать, очень долго, давно запланировали эту встречу, и у нас все никак не получалось. На самом деле то одно, то другое. Ну, мы поняли, что это не просто так, наверное, просто как-то мы еще, может, истории какие-то копили. Я, кстати, Ирина сейчас рассказала нашим слушателям, может, сейчас еще раз повторю, что у нас сегодня был интересный флешмоб на тему легенд. Поэтому призываю всех пройти по хэштегу, который в моем сторисе сегодняшнем, и почитать эти уникальные легенды, истории, которые можно услышать только на экскурсиях наших любимых гидов. Это правда. Всего знать невозможно, и гиды тех, у кого есть время подготовиться и сообщить народу об этом. И это уникальная возможность. Так что, да, вот-вот, на самом деле, действительно, так надо доехать до города. Всем привет, Елена, привет! Вот, а тут люди почитают, сделают вывод, загорятся и с удовольствием приедут вот к Ирине. Или другим гидам, конечно. Ну да, да, и в том числе, потому что у нас очень уникальный тут коллектив, очень интересные люди, и транслируют интересные истории. Так что, чтобы не потерять, сегодня же это сделать, рекомендую. Очень много гидов написали, тоже я прочитала посты, не все еще успела, но прочитала. Очень много девочек, гидов из других стран, написали очень интересные посты, и информация просто замечательная. Читала с удовольствием. Так что, добро пожаловать по хэштегу Катя Трава. Ириш, вот читаю, прекрасные гиды Ирина были. Вот, видишь, твои уже тут туристы, все, ой, мило, привет! Вот, так приятно, да, когда вот такую обратную связь слышать. И приятно, когда есть контакт на экскурсиях, а как жалко расставаться. Кажется, пройдет 4-8 часов, или, может быть, там на 2 дня вместе, мы или на 3, да, или на 4, кто-то вдруг приезжает. И расставаться с друзьями, с родными, очень трудно. Так что, всем-всем-всем, большого привет! Всех люблю! Ириш, вот я и боюсь, что я к тебе приеду, я пропаду просто. Останусь у тебя жить. Жучу, конечно. Ты меня нисколько не напугала. Приезжай, я буду только рада. Приезжай, пожалуйста. Мы наговориться обычно не можем, это я так комментирую просто. Маленькая такая ремарочка. Вон, смотри, сколько твоих туристов здесь, твоих друзей, которые... Ой, мы, Мил, тоже любим тебя. Вот надо нам тоже какой-то слет организовать, потому что тут уже все кругом кипишат. На самом деле, в декабре, я думаю, надеюсь, получится первая наша московская встреча. Так что, если кто-то окажется в Москве, присоединяйтесь, мы все будем рады. Пока думаем. Да-да-да. Я, кстати, сейчас немножечко рассказала, пока ты присоединялась, про свой квест. И я хотела отметить, что ведь на самом деле Путь Сантьяго, по сути, это ведь тоже квест. Вася, привет, всем привет. Это же тоже квест, потому что это такая логическая где-то загадка, где-то ты по стрелочкам идешь. Не, ну это тоже можно так трактовать на самом деле. Если человек атеист, если любит авантюру, то можно к этому и так тоже отнестись, да. Но ведь можно, да, пойти не по той стрелочке и уйти вообще в другую сторону такой тоже уже может быть. Смотреть, а можно ее вообще просмотреть и уйти непонятно куда, в никуда. А я тут прикол сейчас рассказывала, немножко повторюсь, может, не все еще присоединились. У нас на работе на территории желтые стрелочки указаны. И я, представляешь, каждый день хожу и вдрагиваю на этих стрелочках. У меня ассоциация. Вот, как раз, может, Ильин, ты и расскажешь, что это за волшебные такие стрелочки, что это за такой путь. Ну давайте сначала, с самого, да, будем говорить, что история Пути Сантьяго, она начинается у нас в первом веке нашей эры. После смерти Иисуса Христа, господав Иаков, принимает решение нести веру на полуостров Иберийский, да, приходит сюда и приносит эту веру. После его смерти его мощи, как бы, оказываются опять на полуострове, его ученики привозят их. И в девятом веке апостол Иаков возвращается, да, к человечеству, так скажем. Люди вспоминают, что апостол был захоронен на этой территории, и начинается перегринасион, да, как на испанском говорят, перегринусы, да, начинают идти к мощам. Смотрите, в XII веке Пути Сантьяго получает разрешение давать индульгенции, прощения, да, прощения грехов. И встает в один ряд вместе с такими святынями, да, как Рим и Иерусалим. То есть на земле три места есть, где, как бы, ну, прощаются грехи, и они стоят на одной прямо планочке. То есть это важно, возможно, для верующих, но те, кто атеисты, не пугайтесь, этот путь тоже для вас. Не обязательно идти к апостолу Иакову, можно идти в Сантьяго до Компостелло, это всегда интересно. Можно пройти, представляете, авантюристов, кто из вас авантюристов, можно пройти пешком по всему северу Испании. Я хочу, я хочу по всему северу. Удобствами цивилизации. Можно, конечно, пройти по Кавказу, можно еще где-то пройти, да, но я не уверена, что где-то еще настолько хорошо развита инфраструктура, настолько хорошо, как здесь в Испании, именно по северу по французскому пути. Я знаю, что даже люди, которые идут из Италии, например, или из Голландии, говорят, что этот путь, он не настолько хорошо развит и не так хорошо адаптирован для нужд перегринов, как вот французский путь. И стрелочки по поводу комфортности пути, это тоже как бы многое значит, да, стрелочки указывают вам дорогу. Вы нигде не потеряетесь, никакой момент, если, конечно, не будете рассеянными. Я даже думаю, что в первые два дня вы, скорее всего, будете рассеянными, потому что у вас еще не будет привычки наблюдать, осознавать и быть здесь и сейчас. И наверняка вы будете проходить мимо этих стрелок и возвращаться к последнему. Ну вот, я могу говорить долго, я сделаю паузу, иначе буду говорить только я. Ну да, я согласна, вот я как раз, пока ты присоединялась, чуть-чуть прям начала рассказывать с той точки зрения, что мы первые два дня так и шли в непонятном темпе. То мы гнали, как сумасшедшие, то мы тупо вставали и терялись, и это именно в первые два-три дня происходила такая ориентация. Потом, я не знаю, мне казалось, что мы уже смирились, шли на расслабоне спокойно-преспокойно, но при этом мы преодолевали гораздо большее расстояние и больше задуманного. То есть, если мы в первый день и второй мы не попали в те пути назначения, куда мы планировали по плану, все-таки у нас был примерно какой-то план, то уже оставшиеся дни мы настолько преодолевали путь с такой бешеной скоростью, что очень многие наши попутчики, с кем мы шли, они вставали на середине пути. Уставались, говорят, нет, мы вот разобьем этот маршрут на два дня, а мы это преодолевали легко, и я не скажу, что уставали там или еще что-то. Очень вырабатывается неустойчивость, а становишься выносливее, и это очень прекрасная кардионагрузка. Да, точно. Тело тренируется, становится более выносливым, и где-то в какой-то момент, возможно, вот я говорю про себя, да, потому что у каждого свой путь, каждый переносит нагрузки по-разному, каждый дает нагрузки разные, да. Я могу сказать о себе, что, например, мое тело меня благодарило, оно мне говорило по дороге, потому что на третий день не только становишься осознанно, но и стрелки не пропускаешь, хотя можешь где-то отвечься, заговориться, например, да, со спутниками, но все-таки стрелки видишь. В моменты, когда не беседуешь с кем-то, а просто идешь и получаешь удовольствие от того, что тебя окружает, мое тело мне говорило, а, Ирина, спасибо тебе огромное за то, что ты мне даешь эту нагрузку. Все подтягивается, девочки, кстати, подтягивается все тело совершенно незаметно, даже если килограммы, они не уйдут, тело подтягивается, рельеф тела вырисовывается, и овал лица, и все, то есть, ну, я не знаю, там происходят просто чудеса, я влюблена в этот путь не только из-за того, что моделируется тело, духовная составляющая тоже присутствует, но из-за этого тоже, потому что на самом деле то, что тебя окружает красота, то, как ты себя чувствуешь, это просто замечательно, потому что ты находишься всегда вот в этом моменте, и то, что тебя окружает, ты это начинаешь на самом деле ценить и понимать, что все твои необходимости, они покрыты, то есть у тебя на самом деле все есть. У меня на пути Сантьякова в первый раз было ощущение, что у меня есть все, что мне необходимо. Мы, Катя, с тобой помнишь говорили? Да, да, да. Я тебе говорила, что ко мне пришло понимание, что все, что мне надо, у меня уже есть, что у меня рядом со мной была семья, это я говорю про первый мой путь, что у меня в рюкзаке было все необходимое, от моей пижамы до моих кремов, за которые меня ругал муж, он сказал, что я не должна их брать или давай я понесу, но я сказала, что нет, моя ноша, я сама ее понесу. Так вот, у меня было все необходимое, я ни о чем больше не вспоминала, я понимала, что мне больше ничего не надо. Вот то, что у меня с собой в рюкзаке, рядом семья, и это, да, необходимая сумма денег, на каждый день путешествия, без них без денег никуда, но и лишнего тоже не надо было, потому что некуда было просто тратить, потому что все было. Это такое красивое ощущение, когда больше не надо рыть землю ради чего-то мифического, когда все есть, это такое спокойствие, такая благодать. Так что за этим чувством вернусь на путь Сантьяго, опять буду ему учиться, чтобы вообще в жизни в целом это чувство со мной тоже было, потому что я думаю, что у меня тоже уже все есть. Да, на самом деле очень много открытий происходит в этом пути, и я, если кто не в курсе, расскажу так чуть-чуть коротко, то, что очень много известных людей сделало открытие, очень много книг написано по результатам. Лично я прочитала пока две, но я хочу все прочитать, мне это очень интересно. Первый из них, как всем известен, Паула Квелли, который написал книжку «Дневник мага», и именно после прохождения этого пути он стал известным на весь мир. Такое чувство, что у него вот открылся талант, потому что до этого, если почитать его биографию, он был, по-моему, если не психолог, и художник, но все так как-то ни о чем. Но когда он прошел этот путь, он, кстати, по-моему, проходил его весь целиком вот испанский, ну, французский, точнее, да, получается, и он, грубо говоря, прошел тренинг, потому что вот когда читаешь эту книжку, вместе с ним делаешь эти же открытия, вместе с ним преодолеваешь вот эти какие-то моменты. Вот. То есть это из известных нам, получается, людей. А так, сколько люди открытий делают. Вот как у меня девочка знакомая есть в Москве, она живет, она уже три раза проходила именно Северный путь, и у нее открылся талант писателя. Кто что? Кто детей рожает? Вот, кстати, еще коротко, есть в Москве одна такая турфирма, Облака Тревел. Вот директор этой турфирмы, она у меня, кстати, есть в друзьях, Ирина, она считает, что у нее случилось чудо в Сантьяго-де-Компостелло, когда она помолилась Святому Якову, ей подарили ребеночка, которого она очень много лет ждала. Это легенда сегодня, в мой пост практически. Мы с вами до Ирина, где тоже бездетная пара, мужчина пошел к Апостолу Якову с молитвой о том, чтобы у них появился наследник. И вот, смотрите, какое совпадение. Извини, перебил. Не-не-не-не, я просто вот хотела отметить, что на самом деле очень много таких чудес происходит, и я помимо книг еще и отзывы читала. И вот очень многие, кстати, про этот факт указывали, ну, что у них потом рождались дети. Но если не родились дети, значит, что-то другое родится. Потому что, например, я своим блогом тоже стала сильно заниматься после прохождения пути, и у меня как будто, ну, появилось доверие этому миру, и появился свой путь, который мне захотелось тоже проходить не только там, в Испании, но и в моей жизни. Вот. Так что какие-то другие планы на меня, видимо, пока. Вот. А хотела спросить, Ирин, а когда вы прошли с мужем, наверное, ты все пути с мужем проходила, правильно? Все, нет, потому что их очень много. Например, есть путь, который... Путь Сантьяго, это не тот конкретно путь, который прошел Сантьяго, да? Да. Вот когда он был на полуострове. Это путь к Сантьяго, это путь к апостолу Якову. То есть его путь мы неповторимы. Однозначно, это было очень давно, да? Первый век, да? Никто уже не помнит. Но вот путь Сантьяго, это путь к Сантьяго или путь в Сантьяго-де-Компостелло для атеистов, кто неверующий, да? Поэтому и этих путей очень много. Самый популярный, из-за того, что самое хорошо подготовленное для путешествия, для удобного, для комфортного, несмотря на то, что ты идешь пешком, все организовано для твоего отдыха, для гигиены, да, для всего на свете, есть пути, любой путь может начаться хоть откуда. Из любой части Испании он может начаться. Вот, например, ты приезжаешь в Мадрид, ты говоришь, Ирина, давай пойдем. Я говорю, давай. А давай из Мадрида прямо, давай. И мы идем в Сантьяго-де-Компостелло из Мадрида. Это будет наш путь в Сантьяго-де-Компостелло. Или кто-то находится, скажем, в Северии, да, точно так же. А давай пойдем прямо вот от порога дома и идем к Апостолу Якову, да, от Северии, от нашего дома вот в Сантьяго-де-Компостелло. А маршруты эти, они любой может быть, из любой деревни, откуда угодно. Из Франции, из любой деревни, не знаю, из России, из любого населенного пункта. Если люди примут решение идти пешком прямо оттуда, да, то ради бога. Единственное, что это будет не так удобно, как по французскому пути, скажем, да. Поэтому пути очень много. Сколько людей, столько и путей может быть. Но самый популярный это все-таки французский. И если люди сейчас примут решение пойти по пути Сантьяго, да, пойти к Сантьяго, к Апостолу Якову или в Сантьяго-де-Компостелло, я рекомендую все-таки французский путь. Потому что без опыта это все-таки намного проще, лучше показано направление, да, больше мест, где можно остановиться на ночь. Все это достаточно комфортно. И потом, если уже прониклись любовью, если понравилось, и хотят вернуться на северный путь. Вот почему-то все про северный говорят, что хотят вернуться. Он очень красивый, он очень сложный. И когда уже проникаешься этим, да, что, ну, вот именно путем Сантьяго, вот этой атмосферы, да, северный путь он красивый. Мы ходили в первый раз, это был 2012 год, именно по французскому пути, и я от него без ума. И потом у меня было 2017 и 2018, но уже с группами. Поэтому вот так, с небольшими группами. Добро пожаловать всех. Вот уже группу собрали, вот тут в комментариях уже, я видела, галочки можно ставить, уже человека три точно сказали, что идут. Давайте выбирать время и пойдем все вместе. Да, надо бы такой выход сделать. Я с удовольствием. Кстати, вот тут написали, вон девушка из Эстонии вышла рано утром из дома и пошла в путь, получается. А ты когда-нибудь из дома выходила, чтобы в Мадриде? Нет? Ни разу пока? Нет. У меня было такое желание, муж меня отрезил немного, в 2015 году, он сказал, что давай пока без экспериментов на первый раз проникнешься, вот тогда можешь делать, что хочешь, да, но так как это все равно путешествие, оно достаточно продолжительное во времени, да, то есть это, ну, и в нашей жизни очень трудно выбрать вот так, что, а вот завтра я пойду, да. Ну да. Поэтому всегда приходится считать дни и, ну, пока нет. Но я думаю, что все-таки, если выбирать путь из Мадрида, да, и те, если у меня выбор будет из Мадрида или, скажем, по-северному из Мадрида или по пути Арагона, да, то я, наверное, все-таки выберу не Мадрид, не путь из Мадрида, я бы так сказала, потому что Мадрид, он находится в центре страны, это столица, это очень большая инфраструктура по дорогам. мне не так интересно. Видите меня по дорогам, я вижу меня по северу, в зелени, в горах. Это просто потому, что ты очень хорошо знаешь Испанию и знаешь самые уникальные места. И поэтому я, кстати, всем рекомендую идти именно с Ириной, потому что это будет действительно самое интересное и самое осознанное путешествие в вашей жизни, потому что сами вы однозначно не увидите, потому что вы не знаете столько, сколько знает Ирина. Поэтому присоединяйтесь в группе. Спасибо, Катюш. Я хотела сказать, знаете, что еще, Катюш? А вот в 2012 году, когда у меня был первый путь, и у многих он может быть тоже когда-то первым, есть люди, которые собираются и еще не ходили. Очень важно на самом деле не с кем идешь, очень важно с кем идешь, потому что например в моем случае мой первый путь он был с правильным гидом, мой муж он был моим гидом, потому что Иисус до этого ходил я сейчас не помню три или четыре раза, он ходил со своими друзьями, ходил со своим отцом, с братьями, то есть он был не однажды на пути Сантьяго и он шел, он знал как он идет без истерики, с определенной философией, то есть он мне помог понять и прочувствовать путь Сантьяго. Если бы я шла одна, возможно у меня бы был опыт совершенно, скорее всего, был бы совершенно другой опыт и помнишь, Катюша, я тебе говорила, был молодой человек, вот когда мы в 2018 году ходили на путь Сантьяго, молодой парень из Киева он по-моему был, и он много, с большой весом у него был рюкзаком и он шел по 40 километров в день, или все он это проходил в конкретное ограниченное время, то есть он своего пути сделал путь страдания. Возможно, у меня бы тоже был такой путь, если бы я шла одна, если бы у меня не было мужа, то есть если бы он мне не показал, как к этому относиться вообще. То, что он мне показал, то, как я прожила первый путь, я совершенно влюбилась, потеряла голову, влюбилась в этот путь, потеряла голову совершенно, готова вернуться туда, когда угодно, проходить его еще готово сто раз, и разное, и тот же самое, мне без разницы совершенно, потому что каждый раз все равно проживаешь по-другому. Так что все-таки рекомендую человека, который будет, может быть, не столько гидом, сколько проводником вот в эту философию пути, чтобы не терять время, чтобы начинать как можно раньше получать удовольствие от пути. И ты, кстати, ответила на один из моих вопросов, который звучал так, что же послужило импульсом, это был, ну, ты уже ответила, что это был твой супруг, но у нас-то нету таких супругов, имеется в виду, которые, да, поэтому у нас есть ты, да, 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 и нам повезло с тобой. Слушай, и сколько же тогда твой муж в общей сложности прошел таких путей, получается? Я точно помню, что он ходил трижды, где у него, он ходил вместе с друзьями, с ними шел его отец, на тот же уровень, потом он ходил с друзьями, и потом он ходил тоже с братьями, так вот, мне кажется, что раза три он проходил точно, и вот четвертый путь у него был со мной, но первый наш путь с ним, да, он был неполный, он был, начинался в Бургусе и закончился в Лионе, у нас было всего девять дней, и вот то, что мы прожили мы в эти девять дней, да, то, что я прожила в эти девять дней, вот, все, вы видите, фана пути Сантьяго, вообще, не знаю, на всю оставшуюся жизнь. Уезжали, когда я из Лиона, я плакала, ну, чтобы было, можно было представить, как это, оставь меня, пожалуйста, здесь, я пойду, ты вернешься, не хочу возвращаться, оставь меня, я пойду, представляете? У него на плече вот такие вот слезы крокодилий были на самом деле, я хотела остаться, я готова была идти без денег, потому что в пути мы встречали двух, молодых людей, которые в самом начале проиграли все деньги в казино, отметили начало пути Сантьяго, и они сами себе сказали, что они этот путь пройдут до Сантьяго, да, пусть и без денег, но они его пройдут, потому что это значит, должен был выйти их путь без денег, и они шли, мы их периодически встречали по пути в разных альберги, они шли. Вот еще одна удивительная история, потому что таких историй я еще не слышала, с деньгами-то каждый пройдет, правда, а ты попробуй без денег пройти, хотя на самом деле, вот где мы не останавливались, вот именно с темой покушать, к примеру, голодным не останешься, потому что все, кто готовят в этих альбергах, они готовят на большую компанию, и вот куда бы мы не пришли, всегда мы слышали приглашение к столу, к трапезе, потому что все готовили вот большие там кастрюли, там кто итальянскую пасту там приготовит, кто еще что-то, и было это очень приятно на самом деле, такой подход, так что не удивлюсь. угощают, приглашают к столу, поясняют, что неразможно рассчитать на одного человека или на двух, или на пятерых, все равно есть, это на самом деле присутствует, и, наверное, тоже можно добавить сюда, что по местам, если мы говорим о французском пути, где мы проходим, везде, в принципе, есть магазины, где альберги, всегда можно что-то купить, чтобы приготовить, не надо с собой нести по 10 килограмм продуктов. Гречку. Это один момент. Гречку. Не надо, не надо лишний вес, однозначно, все можно будет купить в магазинах. Или, если, как бы, финансы позволяют, да, я считаю, что путешествие по пути Сантьябло из расчета дневных расходов, да, это не самое дорогое путешествие, потому что в день уходило у нас, ну и проверено уже на самом деле тремя путями Сантьябу, да, 30 евро в день. Сюда что входит? Оплата ночлега, завтрак, какой-то напиток в пути, обед, ужин, стиральная машинка, если сушилка, нужно тоже, тоже сюда же это входит. То есть, ну как бы он все, все, все подключ, да, 20-30 евро, так что, но если еще более экономичное, да, например, люди рассчитывают по альберге, магазину и стиральная машинка, да, тоже, в принципе, возможно. Постирать, в конце концов, можно самому, если уж совсем так. Мы обычно, мы, кстати, ни разу не пользовались, мы стирали вручную, сами, и самая еще фишка Пути Сантьяго, это все пилигримы, которые идут с развивающимися носками, привязаны к рюкзакам, потому что просушить за ночь это невозможно, и у всех одинаково стандартно, у кого футболка, у кого-то там даже целое сооружение были в несколько ярусов, это белье висит на рюкзаках. Так как люди очень, да, это на самом деле есть, у нас тоже это было, совета была обывалого, да, так как люди очень крытые идут по пути Сантьяго, никто, все радужные, правда, заметила, Катюш? Да, да. Вот это Буэн Камино, и у меня каждый раз сердце сжимается, кому в горло вот такой вот, слеза, и ты говоришь, какие хорошие. Ну, на самом деле так чувствуешь людей, да, потому что все, кто идут, они, ну, они, наверное, другие, да, то есть они готовы открыться миру и людям, и вот. И что хотелось сказать, что может человек будешь принять решение, что я буду проходить путь Сантьяго один, ради бога. Вдвоем, втроем, и понятно, что ты приходишь в альберги, у тебя есть деньги, но как бы пять вещей своих в стиральную машинку не бросишь. Разговаривать с людьми, объясняться, входить в долю. Если стиральная машинка стоит 3 евро, значит, и пять человек, ну, разделить, по, не знаю, по 60, по 80 центов, заплатить машинку и машинку загрузить, чтобы быстрее высохло, и чтобы полдня нижнее белье не развивалось. Да, да, да. Скинуться на сушилку, да, точно так же, сколько она там может быть, 4 евро, да, для двух человек, или для одного получается достаточно накладно. Если скинуться, подойти, сказать, что вместе, языком, если не получается, не владеем английским или испанским, то всегда в ход пойдут пальцы. Да, калькулятор, телефон, переводчик. Тоже хочу, тоже хочу. И даёшь евро, например, да, то есть, ну, можно договориться в любом случае. А тут, кстати, вопрос был, сколько длится серебряный, хотел сказать, северный путь по времени, примерно хотя бы. Есть какая-то статистика? Есть статистика, смотрите, если проходить, по французскому пути, скажу хорошо, начинается, отронется с Бадис на границе с Францией, да, я говорю про путь, который по территории Испании идет. И до Сантьябду до Компостелла это может быть месяц или чуть больше месяца в зависимости от того, с какой скоростью народ будет идти. Месяц найти свободно и очень трудно. У меня так не получается. Не получается, но невозможно, не знаю, может быть, когда-нибудь это получится и я скажу тебе, Катюха, я прошла. А может, я с тобой пойду на эту жизнь? Кстати, напомни мне, пожалуйста, про желание мужа пойти на путь Сантьябду. Сейчас тоже это говорю и прокомментирую этот момент. Ага. Есть 9 дней или 10, выбирайте этап и идите. Не ждите, когда у вас будет месяц, потому что я этот месяц ждала 7 лет. Я ждала 7 лет, чтобы мне пройти весь путь. Вот такая максималистка, вот такая перфекционистка, что вот либо все, либо ничего. И в итоге я потеряла 7 лет. Лучше бы я по неделе возвращалась каждый год на путь Сантьябду. Он бы меня намного больше обогатил, чем я ждала этих 7 лет. В итоге я была согласна на 9 дней. Мы прошли первый раз в 9 дней. И тогда я этот вывод сделала, что когда хочешь больше, отказываешься от меньшего, в итоге вообще ничего не имеешь. То есть лучше 7 лет в руке, чем журавль в небе. И по поводу всего пути. Когда я пошла в 2017 году с группой на путь Сантьябду, мой муж радовался и у меня и был, наверное, счастлив, что мы идем. А вот когда мы пошли в путь в 2018 с нами был Оскар, который он аргентинец, он к нам присоединился, он живет уже давно, очень давно в Соединенных Штатах. Он разговаривал муж и со мной, и с Оскаром и говорил, что ребята, вы мне внушаете такую зависть, естественно, белую, я бы, мне кажется, все оставил сейчас и присоединился к вам. На следующий год я иду, но вот в этом году у нас не получилось, и на следующий год Хасус говорит, что он очень хотел бы и хотел бы именно пройти весь путь и идти и идти его не просто, но это его желание, посмотрим, как оно сбудется, я только когда спросила, меня возьмешь, он говорит, конечно, куда без тебя, так вот, он сказал, что у него есть огромное желание после того, как мы шли и он нам начал завидовать пройти по французскому пути, но не просто по стрелкам, а еще сворачивая налево и направо в зависимости от того, где идем, где что есть, то есть на самом деле такое путешествие по северу и проходя по сентябру, мечтаю, было бы очень хорошо, если бы у нас это получилось, но сообщу. Тут, наверное, уже побольше месяца нужно на самом деле, если вот, а, ты северный имеешь в виду, если проходить, да? Французский, я, смотри, так как мы уже проходили, я не знаю, как он это дело планирует, потому что моим гидом в Испании продолжает оставаться он, да, я работаю гид, показываю людям, помогаю на самом деле жить в Испании, в Мадрид, стараюсь, чтобы люди почувствовали город и страну, но Испанию всю знать невозможно, я здесь 14 лет, и я понимаю, что я ее всю не знаю, и мне надо 7 жизней, или 8, или 14, чтобы ее все узнать, потому что Испания очень богатая страна, на самом деле, на достопримечательности, на любые, на исторические, на природные, на любые, абсолютно, так вот, и очень много наших личных путешествий как бы составляет именно, но об этом много как бы не говорю, там, веду себя достаточно скромно в Инстаграм, да, говорю о Мадриде в Испании, но вот наше путешествие готовит он, и каждый раз это ах, поэтому все, что мы сами делаем, понятно, могу предложить и другим, если у людей есть время, желание, могу пожаловать. Ну, я представляю, насколько все уникальное, я читаю твои посты, я всегда прямо погружаюсь, и, наверное, знаешь, Ирина, с каждым твоим постом я мечтаю переехать в Испанию, потому что я влюбляюсь в эту страну, хотя я была много раз там, и каждый раз так меня не цеплял, вот как после, камина, я растворилась в этой стране, если честно, вот, но пока еще способов нету таких переехать. Кстати, у нас тут несколько вопросов было, вот, Елена, я по порядку так отвечу, Елена спросила, проходила ли я путь, да, я проходила португальский, и вот как раз там по поводу португальского Наталья написала, что его можно пройти за 10-12 дней, это порядка 200 километров, наверное, если 10-12, то это из Лиссабона, потому что там еще до Лиссабона от порта далеко идти, а так португальский вообще-то классический и спорт начинается, вот мы его прошли за 8 дней, но довольно-таки в быстром темпе, это вот если кому-то интересно, потому что кто как со своей нагрузкой, да, получается, вот, но лучше, конечно, так не гнать, а побольше времени заложить, и если останутся дни, пройти еще лучше до Финистера, правда, Ирина, вот как ты считаешь, ну, заложить тогда? Можно заложить, да, если заложить именно пешком, дойти до Финистера, это примерно еще неделя, то есть, ты так, да? Мы до Финистера не доходили именно из-за того, что по времени всегда дефицит, да, мы туда проезжали, мы туда проезжали, в 2017-м мы туда пришли, но мы прошли последние, наверное, километров 18-20, и потом возвращались в Сантьяго-де-Компостелло, это в 2017-м году, а в 2018-м мы прямо остановились с ночевкой там, в Финистерре, да, то есть, рекомендую однозначно путь продолжить и завершить там, потому что это получается вообще полный путь уже, да? полный путь, да, то есть, это получается очень красивое завершение пути, это уже отдых, например, в 2017-м, когда мы пешком вот шли, да, последний этот этап туда, чтобы вот именно прийти мы хотели до самого Финистерра, скажем так, смотрите, мы, вот маршрут одного дня, скажем там, 20 километров, мы шли в течение 8 часов всегда, и если у нас получалось 13 километров, мы тоже шли 8 часов, это была мистика наша, я не знаю как, мы не подгоняли, мы, мы, видимо, расслаблялись, знали, что у нас время достаточно, мы пройдем, и мы шли в более спокойном темпе, просто любовались природой, мы отдыхали, мы останавливались у каждого дня, восхищались им, говорили природе наше признание в любви, да, шли дальше 8 часов, и когда больше километров было, те же самые 8, так вот, когда мы проходили последний этап, чтобы прийти на Финстер, да, мы шли километра, наверное, 4, около 6 часов, представляете, мы, я не знаю, как это у нас получилось, мы заходили на один пляж, мы делали видео, мы получали удовольствие, мы доходили до другого пляжа, мы опять гуляли, мы знали, что у нас праздник, мы прощаемся с путем Сантьяго, мы ему говорим до скорой встречи, возможно, да, мы пообедали, в ресторанчике на пляже, съели эту свежую рыбку с овощами, пошли, и вот они прошли у нас эти 6 часов, и у нас на все про все было еще возвращение, да, в 7 мы должны были сесть в автобус, чтобы вернуться в Сантьяго до Компостелла, и у нас оставалось буквально 4 часа, и впереди еще очень много километров, не смогли мы поймать такси, мы не увидели автобуса, и мы эти километры пробежали, практически, мы шли очень быстро, мы поднялись вот в эту вот гору, да, где мы слились, вот, и как раз попали на самый-самый закат, который начинался, то есть, и пропели там нашу песню, наш гимн, который мы придумали, не придумали, а который мы выбрали себе, и обратно у нас опять был бег, опаздывали на автобус, у нас тут безложенщина, прямо в последнюю минуту, вообще все-все идеально, все идеально, наверное, нам помогал сама Компостелла, как не знаю, так вот, и рекомендую, на самом деле, я могу говорить много, ты меня останавливай, если я заговариваюсь, да я обалдела просто от таких чудес, рекомендую, рекомендую, однозначно, но если у вас вдруг нет времени, вот, ну, кто пойдет, мало ли, вдруг окажетесь без нас, с Ириной, то рекомендуем хотя бы на автобусе съездить одним днем, да, автобус одним днем, вот на тот момент, когда мы пользовались автобусом, последний уходил в 7 вечера, то есть, если выехать пораньше, то можно, можно за один день туда и обратно вернуться, но все стараются, понятно, все равно на закат, потому что это волшебство сплошное. Ну вот придется мне вернуться на закат. Кстати, хотела еще рассказать такой момент, если кто-то не в курсе, что Финистера, во-первых, это место, куда, я так понимаю, лодка с мощами прибилась, правильно я по истории говорю, Ирин, или я что-то путаю? Говорили, что в это место. Моща притонула, да, на северо-запад Испании, там ученики апостола, да, они эти мощи нашли, вынесли на землю, да, на сушу. Финистерре, если переводим, это значит, финист, это конец, и тетерре, земля, да, конец земли. И на самом деле, это понятие, оно относится к временам Римской империи, ко второму веку, до нашей эры, когда римляне захватили полуостров, еще не было ни Галилея, Галилея, никого, 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 и думали, что земля, это как тарелка, да, плоская. И римляне доходят именно до этого места, наверное, чешут затылок, говорят, финистерре, конец земли, все, больше земли нигде нет. Остальное только вода, больше нечего завоевывать, только вода, и вода, как бы, она везде, вода нам она не нужна. Финистерре, это оттуда. И, кстати, оно очень много, прости, пожалуйста, прибило, много веков считалось именно самой западной точкой Европы, только, ну, вот я тут читала, не так давно этот титул передали мы с урока, который находится в Португалии, а так очень долгие, даже не годы, а века это считалось именно финистерром, так что уникальная тоже возможность. Ради Бога, пусть соседи пользуются самой западной точкой, главное, что у нас финистерр. А, вот, кстати, еще был вопрос, вот Наталья там написала по поводу того, вот Юлия посоветовала, что можно пройти португальский путь от места стыковки Испании и Португалии. Там просто это место стыковки мы проходили в виде моста. На самом деле так интересно, утром просыпаешься в Португалии, хоп, и ты уже в Испании. И когда мы переходили, как раз мы зашли получить штампик в один то ли магазинчик, то ли кафешка, или даже это в отеле нам, по-моему, мальчик сказал. Он говорит, вы знаете, а мы отмечаем Новый год два раза, салют у нас тоже два раза. Видимо, разница во времени час. То есть, мы сначала отмечаем у себя, смотрим у себя салют, потом переходим мост, и все то же самое продолжается теперь у испанцев. Так что, интересное такое место. Но, кстати, замечу, вот если кто-то вдруг задумается насчет этого, в Португалии немножечко цены ниже на все, причем и на Альбереги, и на еду, даже на мелкие какие-то вещи. Вот мы как-то резко это ощутили. Ну, у нас все в евро, поэтому мы, хотя, по-моему, Португалия тоже евро, да? Вот, но как-то вдруг этот есть момент, так что можете порастягивать больше путь в Португальске в том числе, он тоже плохой. Сколько стоят Альбергию в Португалии? Вот самый дешевый был 5 евро. И то, это было за... Не помню, так же. Да? Тоже? Может быть, северные, они там тоже немножко другие цены. Мне кажется, что чем ближе к Сантьяго, тем цены выше. Может, в этом критерии. И еще, кстати, такой момент, начиная от Понте-Верде, что находится в трех днях ходьбы, да? Вот, кстати, самый минимум, что нужно пройти, чтобы получить компостеллу, это 100 километров. Правильно? Он начинается от Понте-Верде, поэтому многие испанцы как раз приезжают в этот город и делают себе туру выходного дня. То есть, берут три дня и так налегке с маленькими такими рюкзачками шлепают. Кстати, я им так завидовала в этом вопросе, потому что у них была такая возможность. Вот. И чем ближе к Сантьяго, тем меньше шансов у вас в более дешевом жилье переночевать, потому что люди со всех путей собираются, подходят. И тут и французские, и северные, и португальские. поэтому в этом ореоле где-то ста километров все более интенсивно. И там мы первый раз ощутили дефицит именно жилья, потому что до этого проблем не было. Направо-налево, там и гостиницы какие-то, то тут мы остро столкнулись с этой темой. Впервые. Какие месяцы ходили? Мы были конец сентября, начало октября. Мы на виноград поспевший. Как раз его основной уже урожай собрали, и мы шли мимо хозяйств. Ну, это такие были дикий виноград. Он прямо стелился по деревьям. Сколько мы его съели в пути, но очень вкусный, прямо такой уже наливной. Кстати, у нас там одна тоже веселая история. Можно я коротко расскажу? Как раз у нас был Понто-де-Лима, знаешь, такой город? Нет, не слышала. Он как раз на территории Португалии. Я когда-нибудь потом отдельно еще про него расскажу. Место уникальное, интересное. Но этот день у нас как раз вдоль этих виноградников был, пролегал, и мы много съели винограда. Нас всю дорогу смущал какой-то голубоватый налет на винограде. Думаю, странно, пыль, не пыль, что это может быть? Но мы уже поняли это, когда мы уже зашли в город, только заходим в город, и у нас с мужем началась истерика, потому что нас очень сильно прихватило животы. И мы с ним искали просто там с лупочными глазами любые возможности, потому что это оказался медный купорос, которым обрабатывали виноград. Ну, может, не медный купорос, потому что привкус тоже какой-то такой сомнительный был. Это наша такая семейная история. До сих пор вспоминаем это безумие, как мы искали возможности выхода из этой ситуации. Осторожно, да. У нас тоже была история, знаешь, какая? Так как маршруты, по которым мы шли, я уже знала, в 2017-2018 доходили мы до Сантьяго до Компостела, и вот в 2018 году это вот к тому, что путь Сантьяго на самом деле авантюра. Путь Сантьяго лучше не планировать, но знать как бы какие-то моменты основные, да, но всё равно путь Сантьяго это авантюра, это путь Сантьяго это сама наша, как и наша жизнь, он непредсказуемый. Ты утром встаёшь, что не знаешь ни где ты будешь завтракать, ни где ты будешь обедать, никуда ты придёшь, никого ты встретишь, всё то же самое, что и в нашей жизни, но там ты учишься к этому ко всему относиться спокойно, по-философски, да. Так вот, мы вышли из Альберга, я знала прекрасно, что есть очень хороший вар по пути, то есть ты когда утром встаёшь, ещё особенного голода нет, туда дойдёшь, и как раз уже этот голод, он у тебя, как бы вот он появится, и когда подошли к этому вару, он оказался закрыт. и я знаю, что потом очень долго у нас ничего не будет, для обеда нормально, да, но без завтрака, как бы, ну, это получается сложновато и грустно. Ну, и думаю, ну, ладно, что-нибудь да придумаем, что-нибудь да нам преподнесёт этот день. Ну, так, доверяешь вселенной, да, так скажем. Так вот, сворачиваем с дороги, есть такое небольшое место для пикника с организованными там столиками и видим, что где заканчивается эта площадка со столиками виноградники и там люди собирают виноград. А Оскар, тоже такой мужчина очень энергичный, подошёл к народу и говорит, народ, угостите виноградом. Он ему говорит, пожалуйста, дают ему виноград. И пока мы стояли, думали, ну, он сейчас там возьмёт пару кистей, да, и нам хватит. Я стою, тоже жду его. Здесь же, смотрю на людей, чтобы там с кем-то перекинулись шуткой, и мужчина какой-то говорит, иди сюда, смотри, какая ветка. И даёт вот такую вот ветку винограда, белого, потому что там был белый и чёрный виноград, и потом такую же ветку чёрного. И говорю, ой, да это нам много. Он говорит, нет, нет, бери. И отдаёт нам этот виноград. В итоге мы идём, садимся за эти столы, виноград, без спецэффектов. Без спецэффектов. Ага. Мы сели за этот стол, разложили этот виноград, это был наш завтрак. Я не знаю, я, наверное, наелась, это было, наверное, настолько щедро и от сердца, то, что дали люди. Я наелась, наверное, десятью ягодами. Представляете? У меня глаза хотели ещё, но я была сыта. То есть это была тоже какая-то магия, однозначно, потому что ты же себя слушаешь, да? Ты себя слушаешь, ты свои ощущения проживаешь, ты ни на что не отвлекаешься, и ты эти ощущения замечаешь, у тебя есть время замечать. Я не наемся десятью ягодами, здесь сейчас в Ладриде, ни у меня в Томске, ни ещё где бы то ни было. Там не хватило. То есть это тоже было своеобразное чудо. И само утро, рассвет, потому что солнце только вставало. Вот эти люди, которые собирали виноград, которые они нам дали прямо с куста, мы прямо здесь его поели, спокойно. И потом, когда пошли, тоже по дороге другой виноград, и кто хотел из нас, тоже его убрал. Ну, вот такая вот тоже магия была. И, ну, естественно, сказали Пути Сантьябу большое спасибо, потому что сюрпризы, сюрпризы, он готовит, он заботится о тебе. Ну, я не знаю, ребята, это магия, идите, идите, обязательно идите, если есть возможность. Проживите его, пожалуйста. А, кстати, животных каких-нибудь встречали интересных по пути? Или это все-таки толпы туристические, разгоняли их? Нет, про толпы, смотри, во-первых, то, что ты говорила про альберги, что больше народа, альберги заняты. Я знаю тоже, что на последних 100 километрах увеличивается количество народа, но вот у нас не в 2012-м в августе, не в октябре 2017-м, не в сентябре 2018-го проблемой, проблемой не было с жильем, где нам остановиться. Мы всегда останавливались в муниципальной альберге, которая достаточно экономичная, 5 евро, да, вот то, что ты говорила в Португалии, и нам всегда хватало места. Это тоже возможно, я не знаю, может быть, мы везунчики, я не знаю, но у нас не было проблем даже тогда, когда, смотри, и август, и сентябрь, они такие достаточно многочисленные, месяцы, когда народ еще продолжает идти. В октябре мы ходили и думали, что вообще никого не будет, народ был, и погода была очень хорошая. Весь мир, весь, сколько мы шли, мы шли 3 недели, и постоянно было солнце, была жара, мы шли в шортах, октябрь. То есть нам повезло даже с погодой, и не было проблем со жильем. И по поводу животных, нам животные, мне кажется, не встретились. Некоторые люди шли с собаками, но мне было жалко собак. То есть тут я прямо расстраивалась, потому что альберги не разрешали размещать. Их собак оставляют на улице, и я не могу. У нас мог Симба, и я представляла его на этом месте, думаю, Симба, я бы спала с тобой вот около двери альберги, и я бы тебя одного не оставила. А вы видели животных? Слушай, ну мы в основном видели фермерских, там лошадок, там козочек, поросят. То есть это тоже такое приятное впечатление, потому что у меня целый... А, котиков, собачек, вот ты говоришь, мы идем, наслаждаемся. У меня потом целая подборка фотографий, прям отдельная папка была только животные, потому что это такая прелесть, такое единение и приятное общение. И, кстати, цветов очень много. Вот тут Наталья прокомментировала очень интересный у нее комментарий, что она схватила по пути Сатьяга ампендицит. Да, и попала в больницу Порту. Печально вообще на самом деле, но она при этом, вот я тут комментарий просто хотела зачитать, сделали ей операцию в Португалии неделю в центральной клинике Порту. Но, вот она говорит, сначала вроде бы не хотела идти путь, но спустя какое-то время поняла, что тоже хочет его закончить. Вот как многие, даже у кого он не задался, все равно потом притягиваются. Таких случаев много, да. Кстати, один мужчина шел из России, это вот мне моя знакомая рассказывала, пешком из России, вот не знаю, сколько бы это заняло времени. Кстати, ты не прикидывала, сколько бы это из Мадриды бы заняло по времени? Ну, просто примерно. Я могу написать потом. Интересно, просто так, сколько бы это могло занять, да, вот даже ради интереса, сколько ты, выходя из дома, могла бы... Ты, наверное, по Мадриду бы сколько шла дней, если так. Ну, из Мадриды можно было бы за день выйти, просто дальше, вот именно из Мадриды, если только начинать, очень продолжительное время было бы по шоссе. Это просто грустно. Ну, это неприятно, да. Да, это трудновато. А по поводу вот комментариев, да, которые написали. Как? Лена, да? Наталья. Наталья Тридцин. Знаете, что было в 2018, когда мы шли в сентябре? К нашей группе присоединился мужчина из Австралии. И он с нами шел. Наверное, у нас там получалась где-то неделя, наверное, мы неделю шли без него, и потом он присоединился в какой-то момент. Группа у нас как бы была, люди разговаривали на английском, он себя чувствовал комфортно. И он с нами в сентябре.